Здравствуйте! Вы на канале Рослины. Сегодня мы поговорим о хвойных растениях для маленьких садов. О карликовых хвойных растениях. Конечно, хорошо, если у вас участок позволяет вот такое растение. Это сосно-черное. Такое растение видно издалека. Оно красивое зимой и летом. Но если места мало или вам нужно оформить маленький участок сада, мы тоже подберем что-нибудь из хвойных, которое есть в любых садовых центрах и которое не займут много места. Я специально вам представляю ельконику. Я ее померила. Это уже растение в возрасте. Высота 2 метра. Но это одно из первых растений, которое было куплено. И, наверное, уже прошло лет 10. То есть это растение, которое имеет медленный прирост. Маленький прирост, растет медленно. Все набито вот так хвоей. Единственный недостаток коники – это подгорание с южной стороны. Поэтому первые, особенно годы, или если у вас солнечное место, значит, ее обязательно с солнечной стороны нужно прикрывать какими-то, может быть, матами соломенными, чем-то вот таким. Но не укутывать ее в пленку или в какой-то плотный материал, чтобы она не выпривала. Теперь пойдемте, я вас еще познакомлю с одним интересным растением. А это сосна. Сосна горная мопс. Тоже есть в каждом садовом центре. Вообще сосны – растения недешевые. Но это стоит того, потому что для небольших участков, для ракариев, для альпийских горок, вот этот сорт сосны мопс, он очень подходит. В высоту самые высокие его ветки – 40 см и 60-70 см в диаметре. Конечно, это растение еще будет подрастать, в основном в ширину, поэтому место ей нужно оставить. Но в высоту она сильно не будет уже расти. Эта сосна, ей уже лет 5. Вот такое небольшое растение. Вот в сравнении, допустим, с можжевельником Blue Carpet, который уже два года как режется, потому что разрастается неимоверно. А теперь познакомимся еще с одним карликом-растением с интересным таким названием – Цуга. Вот так выглядит Цуга. Очень интересное хвоя на растение, еще не очень распространенное, но я думаю, тоже его можно будет найти в садовом центре. В высоту за 4-5 лет вырастает примерно на 50-60 см и на 60-70 см в диаметре. Ветви такие красивые, поникшие. И даже то, что растет вот вверх, вот эта верхняя ветка, она все равно, видите, имеет такую тенденцию к паниканию. И такая плоская хвоя. Ну, такое интересное, красивое растение. Необычное. Хорошо будет тоже смотреться на маленьких участках. А теперь мы посмотрим с вами малюсенький карликовый можжевельник. А вот и он, прекрасная синяя звезда. Он так и называется – можжевельник Блюстар. И этому можжевельнику уже лет 10, а может и больше немного. И, как видите, он совсем-совсем небольшой. И такая красивая у него голубая хвоя. Кстати, он был пересажен только в прошлом году уже взрослым. Ну, и неплохо перенес пересадку. Есть, конечно, немного подсыхания, но не критично. Маленький-маленький и очень красивый. Подойдет для любого места. Но, конечно, таким можжевельником нужно любоваться там, где вы его будете видеть вблизи. Потому что издалека эта красота будет, наверное, не совсем заметна. Только если на какой-то такой, на светлом, какой-то мраморной крошке, на чем-то таком светлом. А так, конечно, нужно посадить вблизи место отдыха. А это, как ни странно, елка. Да, это тоже елка. И у нее такое интересное имя. Нидиформис. Еле не диформис. Она встречается в каждом садовом центре. Я просто вам показываю уже очень взрослое растение. Одно из моих первых, которому лет, наверное, 12. Растет она больше в диаметре. В высоту, ну, сантиметров, наверное, 50. 40-50. А так, разрастается в шею. Тоже была пересажена в прошлом году. Хорошо перенесла пересадку. Прибавила немножко. В общем-то, красивое, неприхотливое абсолютно растение. Не требует никаких укрытий. Ну, елка и елка. Растет себе и растет. Поэтому тоже подумайте, если вам нужно такое вот небольшое растение. Обратите внимание на елку. Нидиформис. А это растение называется пихта. Ей уже лет 5. И высоту она не больше 30 сантиметров. А в самом широком месте диаметрию достигает 40 сантиметров. Немножко подгорает она в засуху, в жару. Наверное, ей нужно дождевание и хороший полив. Ну, я не очень хорошая для нее хозяйка. Но это все можно обрезать. А по весне скроется новым приростом. Обратите внимание тоже на пихту. Она красиво смотрится. Такой необычной, мягкой, очень хвоей. Ну, что ж. А нам пора прощаться. Подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. До свидания. Надеюсь, до скорого. До свидания. До свидания. Продолжение следует...